Добрый день, это Андрей Шалыгин, National Explorer. Я вам сегодня расскажу про новую рогатку. Вы все помните мои наборы экстремального выживания. Соответственно, они там были Bear Hunter, Wolf Hunter и всё такое прочее. Их давно нет, и я их, соответственно, не пополняю. Вот, ну, кто там ещё из фанатов остался вот этого вот дела, да? Вот, пожалуйста, можете взять за 7500 вот такой небольшой набор, ну, сокращённый до рогаток как таковых, да? Это рогатка Bear Hunter с упором, с деревянной рукоятью, вот, с откидываемым упором, который укрепляется на запястье. Здесь тяжи кольцевые 2х2, тяжи, соответственно, с шариками 2х3, вот, запасной ремкомплект шарики, там, кожанка и шарики для стрельбы. Вискер Бисквит в комплекте с специальной вставкой, которая крепится за винт рогатки. Рогатка имеет вивер. Резиновый жгут для изготовки, соответственно, для изготовления кастомных тяжей, да? И с тремя запасными баллонами рогатка по хит-шот, которая тоже стреляет стрелами, там, и, в общем, чего угодно, да? Ну, то есть, вот, две такие рогаточки. Этот набор был Bear Hunter Double, вот, промежуточный, который я особо не рекламировал, который продавал только тем, которые обращались за теми наборами, которые были раньше, да? Или просили продать им только рогатку из тех наборов, которые были раньше. А раньше наборы были по 10-15 тысяч, вот, но их тоже уже нету, вот. Дело в том, что я вот все вот эти вот наборы экстремального выживания в свое время застопорил, потому что разрабатывал новую рогатку, да? И я вот про эту рогатку, соответственно, вам сейчас и расскажу, да? Да, я буду сейчас рассказывать про одну рогатку. Кто недоволен, блядь, за свои деньги покупайте барабан, чтобы возглавить колонну идущих нахуй, и отсюда, туда, по адресу, шагом марш, да? Вот, соответственно, все свои пожелания, недовольства, да, и претензии будете высказывать своей жене, да, пока она вам в ебало не зарядит, да? Вот, значит, примерно, соответственно, полтора года назад я китайцев заставлял сделать рогатку, которая бы совмещала в себе какие-то плюсы тех изначально арчеры-рогаток, которые я в Российской Федерации впервые начал продвигать, арчеры-рогатки, да? До меня этого в России никто не делал, соответственно, и в странах СНГ. И вот это были комплексы, основанные вот на, в первую очередь, вот этих двух рогатках, да, Bear Hunter и Wolf Hunter. Ну, была еще тактическая милитарная рогатка с тяжами 4х2, да, вот, и там кое-какие промежуточные варианты, да? Ну, все это время я занимался с китайцами разработкой новой рогатки, да, которую я, в принципе, изначально их заставлял сделать из металла, да, ну, изначально из нержавейки, потом они начали делать салуминовые какие-то варианты, да, а потом, когда они сказали, что с алюминием в Китае, как бы, все проблематично, вот, я их попросил сделать ее из карбона, они помучились и сделали ее из пластмассы. Вот, да, я долго на них ругался, матерился, вот, соответственно, ну, они мне обещали, что это будет не ломаться, да, вот, и все остальное прочее и так далее. Потом мы, соответственно, работали по установке туда грамотно бисквита, да, чтобы без винтовой этой вставки, чтобы он как-то защелкивался, причем вставлялся в стандартный лучный, вот. Потом, так как они бисквиты брали там, либо на Тупойнте, либо еще там где-то, да, вот, много фирм их изготавливает, вот, с этим тоже возникла проблема, потому что они друг у друга тоже хотят денег взять, да, И возникла необходимость в специальном рогаточном бисквите, вот, который бы использовал внутреннюю вставку, которая стандартно является сменной для многих лучных бисквитов, да, вот таким образом. Вот. И так как у этой рогатки было до этого много вариантов, а матрица делалась под литье там из сиомина для начала, потом для прессовки из карбона второго типа, гибридной, да, порошковой, где все это не тканевым, да, а обрезки, да, переработки остаются. Ну, и в результате родилась вот такая вот рогатка, да, в результате родилась вот такая вот рогатка, вы ее там примерно в течение полугода уже видите на Алиэкспрессе, да, я не настаивал ни на каком эксклюзиве, потому что вещь еще являлась недоработанной. Но так как я до конца технологию китайца мне передал, они начали ее выпускать, и не понимая, как это работает, они продают это в комплекте с кольцевыми обычными тяжами 4,5 мм, тонниками, которые использовались вот на тех самых рогатках, то есть вот из них самый хороший вот этот зеленый, но они даже вот этот зеленый не используют. Они, соответственно, ставят сюда тяжи вот такие вот, где много всяких тяжей, они тоненькие и так далее, а вот сравните вот с этими, да, они не знают, что эти тяжи вот предназначены были для этой рогатки, вот, изначально, и эту рогатку стали продавать, соответственно, с тонкими тяжами. Это так не работает, да? Вот. Значит, я вам расскажу, как это работает, чтобы вы могли самостоятельно приобрести и эту рогатку, и эти бисквиты, и я вам объясню, что здесь заменяемо и как работает, и я вам объясню правильную установку этих тяжей, да? Дело в том, что я, в принципе, не собираюсь делать из этого какого-то коммерческого глобального проекта, выпускать эту рогатку в России массово и так далее, это все связано вот с тем состоянием экономики, которое сейчас есть, вот. Вот. И в связи с простотой исполнения этого устройства, я думаю, что у вас, если руки совсем не из жопы растут, да, достаточно хватит возможности, чтобы купить дешевые комплектующие и самим это собрать, так как это должно работать правильно. А сейчас я вам расскажу, как это должно работать, да? Ну, по конструкции рогатки, что я вам хочу сказать? Пластмассу, действительно, они поставили достаточно хорошую. Вот эти все рогатки у меня валяются более полугода, ну, просто я вот к весне делал, я думал, что к весне я закуплю какую-то партию, насобираю вот этого дела и выпущу в массовую продажу. Ну, потом от этого дела решил отдохнуть, да, потому что не люблю я массу там каких-то контактов, звонков, там каких-то посылок, рассылок, блин, мне все это достает, потому что в Москве достаточно много богатых людей, с которым проще продавать одну дорогую вещь, чем там всяким охуем, да, сотню, блядь, маленьких, да. Результат такой же, а геморроя, блин, на голову выше, потому что человеку, у которого есть деньги, ему похрену, в принципе, что там внутри. Если там что-то не так даже, да, вот не понравилось, ну, ему, в принципе, похрену, да. Вот, а, соответственно, лох за 3 рубля плеш проест, да, поэтому работать с массой, это себе хуже, вот, а деньги те же, да, поэтому лучше работать там с низкими людьми, продавать дорогие вещи, чем с кучей козлов разного рода, да, которые там за 3 рубля, это самое. Ему высылаешь знаки гвардии, да, которые он просил, вперед оплачиваешь за него пересылку, блин, а он тебе пишет, что оплачу пересылку, потом, когда получу это, да. А потом, когда ему даешь чеки, он еще оплачивает пересылку, не оплачивает пакет, блин, по которому послали, да. То есть, на 1000 рублей каждый уебок хочет тебя наебать, даже это самое, хотя ты за него вперед заплатил, и товар ему уже послал, и пересылку оплатил, и в конце концов, все равно, он стремится даже 30 рублей, соответственно, тебе срубить, да. И вот с ублюдками нельзя, нельзя с ублюдками работать, поэтому я не собираюсь это массово выпускать для вас, ебитесь сами, коль вы такие. Мне-то поссать, на самом деле. Вот, значит, на что хочу обратить ваше внимание. Во-первых, она компактная, во-вторых, она очень легкая, вот, в-третьих, она достаточно мощная, она очень толстая, вот, соответственно, вот здесь все проверено, вот это самое, вот, и это нормально будет работать. Вот здесь вот есть планка вивер, да, соответственно, куда может ставиться любая катушка для бауфишинга, любой фонарь на стандартном, соответственно, креплении для планки вивер. Ставить сюда лазерный целеуказатель нет никакого смысла, потому что это рогатка, не скачающаяся головкой, да. Лазерный целеуказатель может ставиться только в том случае, если головка-рогатка выравнивается, соответственно, вот, по направлению тяжей самостоятельно. Есть такие рогатки, я ими пользуюсь, вы их знаете, там, да, поэтому туда сбоку можно поставить лазерный целеуказатель. В ином случае это должен быть хороший упор, да, если рогатка без упора и без скачающейся головки, то лазерный целеуказатель на ней не имеет смысла, потому что он будет показывать в произвольную сторону, да. Что касается вставленного сюда бисквита. Изначально им давалось задание сделать сменный бисквит. Они, по их, причем, вот здесь должны были стоять не заклепки, да, а винтики, соответственно, на гаечках, да, чтобы это можно было разбирать, вот, менять внутреннюю, не весь бисквит, там, все, а только внутреннюю часть и все остальное прочее, да. И это должна была достаточно просто выниматься, и вот здесь есть специальное место, где даже под шлиц винта сделана штука, но там нет никакого винта, соответственно, вот, да, вот, и это так осталось. То есть идея была какая, что он, в принципе, защелкивается, здесь прихватывается винтиком, да, но они пошли по другому пути, они сделали бисквит все-таки разбирающийся, но поставили на него заклепки вместо винтиков, как я им сказал. Этот винт, хотя он в матрице предусмотрен, они его не поставили, потому что они сделали вот такие наплывчики, которые держали эти винты, которыми этот бисквит сюда внутрь и, соответственно, защелкивается. То есть бисквит здесь съемный, эту штуку можно снять, естественно, не за этот рог его надо ломать, да, а его надо здесь поддевать снизу, и тогда он отсюда выйдет при легком сжимании, соответственно, этого бисквита, да, и защелкнется обратно. Вот эта вот часть, ее можно вообще снимать, чтобы стрелять этой рогаткой просто, как обычной рогаткой, и обратно вставлять, чтобы это работало как арчери-рогатка. Они все ставят, изначально устанавливают этот бисквит в одну сторону, причем они это делают с нашей точки зрения, для понимания, что это под леворукого человека, да, ну вот им так захотелось это собирать. Ну, на самом деле, уж коль скоро это так собрано, то все равно под другую руку, да, вы можете перещепнуть, чтобы у вас вот этот вырез был сверху. Хотя это, в принципе, зависит от того, как вы привыкли пользоваться рогаткой, то есть вот такой хват не означает, что вы левша вовсе, да, на самом деле, не как в луке. Здесь немножко иной способ прицеливания, да, вот, но мы уже привыкли, соответственно, вот таким образом, хотя многие вытягиваются именно вот этой рукой, да, вот, ну, это уже как бы ваши проблемы, да, потому что способ прицеливания у рогаток, он по большей части интуитивный, да, вот. Но эта рогатка сделана таковой, постольку поскольку это и для боуфишинга, и для стрельбы, там, по воднообитающим, там, это может быть и утка, это может быть бобр, там, андатора, там, что хотите. Это рогатка выживания, да, в принципе, универсальная, да, то есть снимаете, стреляете, там, гравием, в первую очередь это щебень мелкий, там, какой-то базальтов, да, вот и всего остального прочего, гранитов, которые имеют режущие края. Ну, вот из этой рогатки эта штука пробьет обычный профнастил 0,8, который используется самой толстой для забора, да, пробивает, я вам это показывал. Значит, вот эти вот уши, они нужны для того, чтобы эту рогатку держать, не вот так вот ее держат, ее держат вот так, вот это вот нужно для того, чтобы вот здесь сложились пальцы, да, соответственно, и минимальное расстояние было между, соответственно, центром бисквита и вашей рукой, чтобы рогатка не выламывала руку, да, ну, соответственно, упор нужно делать вот таким образом, держать ее, она в процессе вытягивания уже натянется. Значит, это те же, которые китайцы с этими рогатками не применяют, да, вот, они считают, что это невозможно использовать, но они маленькие, размах рук маленький, соответственно, да, вот, и все остальное прочее. Значит, я рассказываю следующую идею, которая была заложена в эту рогатку. Вообще, вот эта дырочка, она предназначена только для вот этого самого толстого двухцветного тяжа. Внутри натуральный калучук, снаружи полуармирующий, соответственно, вот этот вот материал, несколько другого состава, да, и получается достаточно толстый тяж с достаточно тонкой внутренней частью, да, то есть он очень мощный. Значит, это, в принципе, самый мощный из тех, которые используются для рогаток. Сюда можно его ставить и кольцевой, чтобы он пошел туда, пошел обратно и сюда, да, но я не знаю, как вы растянете эту рогатку, потому что я вообще вытягиваюсь на полную длину рогатки полностью, да, с тем, чтобы вся полностью, не только стрела, но и гарпун, соответственно, да, вот это максимальная длина, соответственно, гарпуна для бауфишинга, которая бывает, да, и по его длине, в принципе, рабочий ход рогатки, да, и рассчитывается с точки зрения, что насколько максимально эти тяжи должны давать возможность вытягиваться из этого приспособления, да, то есть примерно это предполагает, что это вытягивается вот так, да, то есть вот, 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 вот таким образом, да, и, соответственно, это должны дать возможность тяжи сделать, чтобы это получилось на такой длине с тяжами, вот, так, как делают китайцы, загонять туда, внутри загонять шарик и, соответственно, чтобы это здесь расклинивалось, вот, тяжи будут гораздо короче, вот, вот, поэтому под их руку, под размах, соответственно, это подойдет, под обычного стандартного русского это не подойдет, да, вот, чтобы это работало нормально, нормальному русскому, и чтобы здесь это не надрезать, не убирать часть тяжа в нерабочую поверхность, которая будет закреплять, нужно делать вот такие вот штуковины, вот такие петли, я вам здесь фотографии поставлю, как это делается и объясню, значит, каким образом это работает, вот здесь прорези вот эти вот сделаны, они специально под этот шнур, что это за черный шнур, это тот самый арчери шнур, который используется для изготовления Д-петель на луках, да, он в комплекте любого лука, достаточно большой кусок, из него можно там наделать, блин, вот этих вот штуковин очень много, в любом арчери магазине этого шнура миллиард, если у вас есть там, соответственно, лук какой-то, да, вот, то у вас, соответственно, этого шнура несколько метров есть, да, для Д-вязок, вот из этого шнура, вот такой кусок, соответственно, отрезаете, складываете, завязываете, соответственно, узелок, зажигалка инжекционного типа, лучше всего это делать, вот такой вот, да, у которой форс, соответственно, инжектор есть, заплавляете, и когда она уже с узелком, с этим, начинает сплавляться, послюнявили пальчики, и аккуратненько делаете аккуратненькую, ровную головочку, и у вас получаются такие петельки с узелочками, у которой обратная часть не просто там чем-то раздавлена, чтобы у нее получились там режущиеся какие-то поверхности, а плавно пальчиками, соответственно, задело, чтобы вот этот узел, который находится внутри этого тяжа, не резал изнутри, в процессе еще и движения, какую-то часть этого жгута, то есть, вот, соответственно, узелок мы загоняем туда, как мы его загоняем? Очень просто мы его загоняем, мы вставляем, слегка намочив, соответственно, вот, с тонкими губцами, плоскогубцы, разводим их, и тем самым раздвигаем вот этот тяж. Вот, чтобы это вам было удобно делать одному, если у вас не хватает сил, то можете вставлять вот так, вот как-то вот так, разворачивать, да, и делать рычаг в рычаге, раздвигать вот эти, да, вот, либо брать вот эти за достаточно большими этими самыми, ну, сами разберетесь, да, когда раздвинут, соответственно, жгут изнутри, сюда надо вставить на определенное расстояние вот этот узелок, чтобы его там прихватить. Я это, в принципе, делаю, подправляю вот обычной стрелой, вот, вот, ну, в данном случае с пенетратором, для того, чтобы эту туда нам нужно глубину просовывать, да. После этого, слегка удерживая разжатыми эти плоскогубцы, это все снимаем, и у вас получается узелок внутри этого жгута. После чего, соответственно, прихватываем и заплавляем это. Ну, я использую, вот, восьмой номер, соответственно, шнура, вот, на 80 фунтов. Это для рыболовных снастей плетенка, соответственно, витая. Вот, она предназначена для работы на воздухе, при солнечном свете, долгое время в агрессивной среде, там, в морской воде, то есть морской шнур. Вот, достаточно хорошо здесь заматываем и таким же образом заплавляем, завязав несколько раз в узлы и сделав еще удавку, да. Вот, все. Если кто это не может, не умеет и так далее, ну, естественный отбор, да. Без руки да умрет. Если вы не умеете делать сами, нахера вам вообще-то, вам там делать нечего, да. Вы тупик эволюции, да. Вы должны умереть. Вот, соответственно, вот эти тяжи покупаются отдельно. При этом та часть, которая заходит внутрь, вы ее, вот это вот, внутрь так и ставите. Чтобы наружу здесь ничего не мешалось, потому что здесь вы будете хвататься, чтобы вот этот обрез вам постоянно под руки не попадал. Вот, вы его не терли ничего, чтобы тяжи дольше служили, вы сюда, соответственно, гладеньким ставите, да. Разрезанную часть отправляя внутрь. Здесь латунный люверс, что позволяет кожанке не рваться, не вытягиваться, быть стабильной и так далее. Очень толстая, соответственно. Это, по большей части, искусственная, прессованная на синтетической основе кожи, да. То есть, она достаточно прочная, и здесь ничего не протрется, ничего, да. Вот, то есть, вместе получается вот такая вот достаточно мощная хренатень. Ставить сюда какой-то добавочный кольцевой жгут, я не думаю, что нужно, потому что вот на этом усилии это уже достаточно серьезно. Вообще, я, конечно, ее покажу, как ее используют, соответственно, на практике наружи. Вот, ну, вот такое расположение, видите, нам позволяет класть тежи, соответственно, параллельно, и здесь не будет перетирающего, изгибающего процесса и топорщего, потому что здесь вот тканевые петли капроновые, они, соответственно, позволяют этому жгуту работать спокойно и не передираться. И здесь он захвачивает, он здесь не ездит туда-сюда обратно, да, надо делать небольшую петлю, да. Она вот здесь вот выходит, да, вот она вот здесь вот выходит, да, но она снаружи не ездит, она здесь мертво захвачена. При этом она проходит вот в эти прорези с очень большим натягом, то есть выскочить она не может, ее достаточно серьезно надо туда упихивать, чтобы она прошла, да. Вот, и тогда это все получается хорошо. Если вы параллельно хотите это все усилить, то вот прямо сейчас сюда можно вставить добавочные тежи, ничего вам не мешает, да, соответственно, и нагрузить вот эту часть какой-то добавочной стяжкой, которая стандартно идет к обычным рогаткам. То есть сюда можно поверх поставить еще любые какие-то тежи, там, хоть кольцевые, хоть просто из лактокса, и на время для какого-то особо важного мероприятия или выстрела, там, да, из гарпуна, соответственно, под толстой чешуей или какому-то животному, или на большую дальность, прикрепить сюда добавочные тежи сверху. А вот эти вот основные оставив для захвата и для всего остального прочего, а те, соответственно, пустив вот здесь снаружи кожанка на кожанку. Поэтому вы можете регулировать вытек усилий и так далее этой рогатки, вот, как заходить, и при этом оставляя вот это вот, соответственно, усилие, оно достаточно мощное, оно конкретно мощное, да. Как это работает здесь? Это работает здесь вот совершенно нормально, это тянул я, не перетянул, и вешал груз, и всё, и всё это нормально держится, и никаких проблем с этим особых нет, да. Значит, соответственно, сюда можно ставить любое приспособление для бауфишинга, но я не особо понимаю, зачем этим заниматься, если на такие дистанции, ну, а это, как правило, 15 метров, 20 метров, этот шнур не обязательно вот всё сматывать, это для лука-арбалета имеет смысл, да, соответственно, для рогатки я в этом смысла не вижу, потому что это приспособление для выживания и особо компактное приспособление. Фонарь здесь как бы к месту, но в Российской Федерации, я напоминаю, что это запрещено, но, да, это мы рассматриваем только с точки зрения, что как приспособление для выживания, да. С этих гарпунов стандартных, самых больших, там они и АМС Бауфишинг, и Пиранья, и что хотите, вот этот слайдер пластиковый нужно сразу выбрасывать. Сюда нужно ставить кольцо-бегунок от кивка спиннинга, да, по диаметру, соответственно, этого гарпуна, да, вот 7,5-8 миллиметров, причем сам металлический кольцо, да, с внутренним, соответственно, пластиковым колечком, которое будет здесь скользить. А к нему уже прикрепляете шнур, привязываете соответствующим узлом рыболовным, да, вот, который будет у вас работать металлическим слайдером, потому что пластиковый слайдер, большое животное, соответственно, типа бобра или андатра, не выдержит, и при ударе всегда будет разбиваться вот об этот, соответственно, винтик. С точки зрения использования стрел и гарпунов с обычным, соответственно, с арчери-вязкой, с так называемым, который я несколько раз вам показывал, как делать, и, соответственно, фотографии, видео в ленте вы можете посмотреть. Вообще здесь можно ставить арчери-вязку, но это тогда сразу ограничит вашу рогатку в использовании только с гарпунами и стрелами, да, что нехорошо, да, она должна быть универсальная и должна работать одновременно и так, и так. Здесь вот снимается бисквит, и это можно делать и так, и так. Вот. Это теперь очень живучая хреновина, да, вот, к тому же, вот, а бисквит сменные и по лево-право руки, да. Если вы же всё-таки хотите сделать сюда арчери-вязку, я вас хочу предупредить, что вообще-то на самом деле она хороша для стрельбы точно по мишеням или где-то и там по стрелушкам и ещё такое прочее. Вот в процессе, когда вы где-то там лазите, уставшие и так далее, и вы действительно занимаетесь тем, для чего она предназначена, вот этот процесс схватания, вставления, вот этой арчери-вязки, там, да, вот её как-то туда постоянно подправление, там, удерживание и так далее, вытягивание за стрелу, по которой, из-за горбона, по которой скользят пальцы, это очень большой геморрой. А вот здесь это всё захватывается достаточно мощно, и прямо вот за всю эту байду в пальцах удержать вот такое усилие в двух достаточно сложно, а кожанку со всей этой байдой вот так в куче, да, удержать достаточно просто. Поэтому там вы, когда используете арчери-вязку, я вам говорил, что нужно, соответственно, делать ещё сзади узел, петлю, за которую вы, соответственно, и берёте. Да, в этом случае это всё будет работать правильно. Но вы сразу рогатку лишаете возможности в этом оснащении стрелять гравием, шариками и всем остальным прочим, да. Поэтому я всё-таки считаю, что вот именно такое исполнение рогатки, оно годится. Если вы так не считаете, вы вот этот же шнур с такими же двумя узлами ставите вот сюда. Один узел загоняете сюда, второй узел загоняете сюда, здесь оставляете этот шнур и завязываете его точно так же, как завязано здесь. То есть здесь у вас получается просто вот, соответственно, тот же самый чёрный шнур, вот, и, соответственно, загнанные два узла на концах его сделаны и подвязанные, соответственно, тоненьким рыболовным шнуром в качестве марчек, да. Вот всё. В принципе, это то, что я вам рассказал. Значит, но вот здесь можно, так и можно заменять вот эту штуку внутри, да. То есть на самом деле на Алиэкспрессе продаётся только вот эта вот ресничная вставка, да, ну она вообще-то лента, да, вот, которую можно туда засовывать, соответственно, для того, чтобы даже не снимая бисквит, заменять вот эту только внутреннюю часть. То есть по части экономии здесь можно пойти ещё и дальше. здесь разбирайся и штука. Для этого я им говорил сделать здесь винты, но они сделали заклёпки, вот. Но это обычный заклёпочник из алюминиевых, самый такой достаточно примитивный, да, вот, который есть везде, в принципе. И вот, как бы, высверлить эти штуки, выкинуть, поставить сюда обычные винтики М3, там, да, вот, и менять бисквит, соответственно, с разбором, меняя только ресничное поле, по части экономии можно пойти там до любого безумия. Ваши проблемы, да. Значит, я обращаю ваше внимание, здесь есть ещё вот эти вот две дырочки, вот эти вот две дырочки. Вы берёте паракорд, вставляете паракорд, пропускаете, здесь завязываете, соответственно, узелочки, и у вас получается крепёж на, соответственно, запястье. Чтобы это у вас всё не убежало, не улетело, и если у вас сюда была прикреплена катушка, чтобы это всё, если у вас вырвало, не рвануло, это всё, соответственно, вот здесь на запястье, вот этим паракордом можно прикреплять. То есть это, в принципе, для вязки, да. Но, как обычно я говорю, но это не точно, потому что за эту же херню можно вот это вот двумя саморезами приделывать на устройство, что? Правильно, удержание, да. И таким образом вы получите готовый самострел, где вот эта штука, она вот сюда закрепляется на любой сучок и так далее и тому подобное. То есть вы заранее можете это взводить, ставить сюда какой-то гарпун или стрелу, это можно ставить и в режиме самострела, и всё. Но для этого только надо на эту палку или какое-то приспособление, или просто там где-то там какому-то самой дереву, ещё вот двумя саморезами вот эту херовину, соответственно, можно прикручивать. То есть это и для вязки, и, соответственно, для установки этой рогатки на какой-то стационар, из которой можно делать, в принципе, и какой-то резинотяжный арбалет, да хоть подводное ружьё. То есть поставив палку и, соответственно, удержатель, вы с этим можете, соответственно, и нырять, ловить рыбу обычным образом, потому что это будет работать так же. Потому что вот эти же тяжи, они используются в том числе и в подводных ружьях, да, в подводных арбалетах. Это большие, самые большие, самые толстые и так далее. Я напоминаю, что отдельно на Алиэкспрессе можно купить, соответственно, разной толщины, усилия и качества, вот этот самый латекс, да, для этих тяжей. То есть вы можете вообще не покупать готовые тяжи с заклёпками, как вот здесь, вот, соответственно, они стандарты у меня стоят, приобретённые отдельно, да. Вот. Вместе вот в таком наборе у китайцев вы это купить не можете. Они не знают про то, что эта рогатка сделана вот именно для этого, да. Вот. Но вы можете купить отдельно и сам латекс, и сделать, соответственно, и нужное вам усилие, и нужную вам длину, и всё остальное и прочее. Но я вам хочу сказать, что, соответственно, вот если ставить сюда наружные петли, не используя часть этого латекса для закрепления и не ставя шарик, то вот так это получится под самый большой гарпун. Дальнейшее вытягивание этого уже, оно как бы не годится ни по усилию, ни по КПД, потому что на этом, соответственно, способность к вытяжению для этого жгута заканчивается, для жгута этого диаметра, да. Ну, на этом я, в принципе, вам всё, как бы, закончил объяснять. Вот. Ну, из опытовой партии, готовой для тестирования, вы у меня их можете вот в таком виде приобрести по пять тысяч, да. Их немного, вот это самое. Ну, для того, чтобы вы там что-то там поюзали, попробовали и так далее, вот, я это всё-таки там какой-то маленькой партии продам, да. В основном я их делал для испытания, для тестирования, для того, чтобы оценить возможности и необходимость их дальнейшего там производства в таком виде и каких-то доработок, да. Ну, я, в принципе, вижу, что здесь всё, как бы, работает так, как оно было задумано, и оно, в принципе, нормально. Здесь вот вопрос, как бы, с этим бисквитом, что достаточно сложно вынимается отсюда, но это уже, как бы, мелочь, да. Так что, вот эти по пять, да, последние вот наборы со старыми, да, рогатка с упором, с деревянной ручки металлическая, два вида тяжей плюс зелёная резина, бисквит на винте, там, да, и покет-шот с тремя баллонами, вот, это семь с половиной, да, вот. Ну, вот, как-то так. Так, на этом пока всё. Да, и имейте в виду, что, соответственно, вот эта вся канитель, она лежать долго не будет. Я тут дособираю, да. У меня всё уходит сразу. Вот через несколько дней, соответственно, после выхода этого видео, уже нет смысла мне писать и обращаться по этому поводу.